Крупнейшие мировые сырьевые трейдеры прогнозируют возвращение цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель на фоне замедления инвестиций в новые поставки до достижения пикового спроса, перед тем, как на первый план выйдут экологичные альтернативы. Топ-менеджеры Вайтл, Гленкор и Трафигура, а также банка Goldman Sachs считают достижение этой отметки реальным, с учетом того, что цены на нефть на этой неделе уже достигли максимумов более чем за два года. Нефтяной рынок отстает от других на фоне замедления спроса в период пандемии коронавируса и опасений, что спрос может достичь пика в следующие десятилетия. Однако в последние недели эксперты все больше стали прогнозировать значительный рост цен в следующие пять лет. Исполнительный председатель Совета директоров одного из крупнейших в мире независимых нефтетрейдеров Трафигура Джереми Вир выразил обеспокоенность недостаточными расходами на новое предложение в связи с тем, что мир пока не готов к переходу на чистую энергетику и полную электрификацию. Главный нефтяной трейдер Гленкор Александр также высказал предположение, что рост цен на нефть до 100 долларов за баррель становится более вероятным. Стоимость черного золота не поднималась выше 100 долларов за баррель с 2014 года. С начала нынешнего века цены выросли с около 10 долларов за баррель до более 100 в 2008 году на фоне усиления спроса со стороны Китая. Главный исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера Vital назвал отметку 100 долларов за баррель вполне вероятной. Тем временем эксперт Goldman Sachs Джефф Каррис прогнозирует новый суперцикл на нефтяном рынке. По мнению сооснователя трейдера Меркурия Марко Дананда, спрос на нефть восстановится до уровней предшествующих пандемии и превысит 100 миллионов баррелей в сутки к концу года. В свою очередь, председатель Совета директоров Ганвар полагает, что возвращение цен на нефть к отметке 100 долларов является возможным и что рост цен необходим для стимулирования инвестиций в отрасль. Великобритания подписала соглашение о свободной торговле с Австралией, заявив, что оно знаменует собой новый расцвет в их отношениях. Это соглашение означает, что для британских предприятий будет дешевле продавать в Австралию такие товары, как автомобили, кондитерские изделия и шотландские виски. И этот шаг поспособствует развитию различных отраслей промышленности Великобритании, в которых занято 3,5 миллиона человек по всей стране. Великобритания стремится заключать торговые сделки со всеми странами мира после своего выхода из Евросоюза. В свою очередь, британские фермеры выразили обеспокоенность тем, что их бизнес может подорвать импорт дешевой австралийской сельскохозяйственной продукции и австралийские стандарты питания. В ответ на эти опасения, правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона заявило, что британские фермеры будут защищены ограничением на беспошлиный импорт в течение 15 лет с использованием тарифных квот и других мирозащиты. В сообщении также говорится о поддержке сельскохозяйственных производителей в увеличении их экспорта за границу, в том числе на новые рынки в Индотихоокеанском регионе. Договор о свободной торговле с Австралией является первым крупным соглашением такого рода, которое было заключено правительством после выхода Великобритании из ЕС. Сделка рассматривается как предвестник присоединения Великобритании к более широкому соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительство заявило, что торговая сделка с Австралией также является точкой входа в быстро растущий Индотихоокеанский регион и повысит шансы на присоединение к одной из крупнейших зон свободной торговли в мире, охватывающей 11 Тихоокеанских стран от Австралии до Мексики. Великобритания была пятым по величине торговым партнером Австралии в 2019 и 2020 годах, а в прошлом году их оборот торговли составил 13,9 млрд фунтов стерлингов. Ожидается, что в рамках сделки этот показатель увеличится. Соглашение также откроет больше возможностей для молодежи. Британцы в возрасте до 35 лет смогут свободно путешествовать и работать в Австралии. Южнокорейская компания Crafton, создавшая блокбастер видеоигры PlayerUnknown's Battlegrounds, заявила о намерении привлечь 5 млрд долларов в ходе IPO, что является рекордным показателем для страны. Crafton, поддерживаемая Tencent, сообщила, что планирует предложить 10 млн акций, 7 млн новых и 3 млн существующих, с ориентировочным диапазоном цен от 458 до 557 тысяч вон за бумагу. Это будет самый крупный листинг Южной Кореи, который превзойдет IPO Samsung Life Insurance, состоявшийся в 2010 году. Ожидается, что цена будет определена в ближайшие недели, а листинг пройдет в июле. Многопользовательский онлайн-шутер PUBG от Crafton был продан тиражом 25 млн копий на персональных компьютерах и игровых консолях, став одной из самых продаваемых игр с момента ее запуска в 2017 году. Согласно нормативным документам, китайский гигант игр из социальных сетей Tencent в настоящее время является вторым по величине акционером Crafton с долей в 15,35%. Компания планирует выпустить в этом году две новые игры. Она также расширяет свои возможности в таких областях, как создание мультфильмов, фильмов и анимаций в интернете, и разрабатывает бизнес-модель глубокого обучения и искусственного интеллекта, ориентированную на потребителей. Выручка Crafton в 2020 году составила 1,6 трлн вон, а ее операционная прибыль увеличилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, до отметки в 774 млрд. Компании оценивают свою стоимость в 35 трлн вон, что немного ниже, чем у южнокорейских аналогов NCSoft и Netmarble. Южная Корея переживает самую высокую активность на рынке IPO в своей истории. Аналитики ожидают, что в 2021 году будет привлечено не менее 20 трлн вон, что примерно в четыре раза выше уровня 2020 года. Подробнее об этих новостях читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Что на самом деле мешает экономике России? Есть ли рецепт экономического прорыва? Слезть с сырьевой иглы? Заклинание или реальная возможность? Сколько денег у населения России и что с ними может быть? Возможен ли в России китайский вариант? Что будет с курсом рубля? В гостях у главного редактора финверсия Яна Арта, писатель и экономист Яков Миркин. 20 июня на канале финверсия ТВ.